всем привет дорогие друзья с вами как всегда я russian fear и сегодня мы с вами начнем проходить ремейк легендарный мафия 2 так настройки вроде бы все поставил просто уже второй раз перезаписываю субтитры убрал все отлично 4k все как вы любите поехали уровень сложности давайте средний естественно сюжетные элементы мафия 2 definitive edition взяты без изменений из оригинальной версии выпущены в 2010 году игра содержит материалы и тематику с особой культурной спецификой предназначены только для взрослых все вперед как говорится тот кто хочет слишком не успел тукей это ангар 13 представляет тукей чехия продакшнс ремастер и байди среди ltd мафия 2 довольно таки давно я играл в мафию уже всех миссии не помню помню только легендарную гонку специально не смотрел никакие видосы на ю тубе чтобы записать вам первые впечатления по игре ну и прибалил в нос говорил сейчас уже не так сильно но все равно поэтому решил вот сейчас начать записывать для вас ее меня зовут вито скалять то я родился на сицилии в двадцать пятом году великолепный перевод малыш я поэтому я буду замолкать таких случаях сестрой франческой у нашего старого дома и слушать историю так скажем от источника тех временах разве что жизнь была тяжелой а потом отец решил что нам пора выезжать покинуть сицилию пересечь океан начать новую жизнь американская мечта всех зовет и тянет к себе напомню что это времена войны великоотечественной но и второй мировой никогда в жизни я не видел ничего подобного эмпайр пэй но прекрасен многие сравнивают мафию с gta но не знаю мать чем трудно представить нечто более скверное и отвратительное чем наша новая конура это первое проходит все таки в играх с таким открытым миром и в 2010 году по моему мечта вышла оригинальная скорее уж это был прорыв просто в индустрии отец стал работать в порту на человека который перевез нас сюда он работал как проклятый зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке со временем меня отдали в школу мне нужен был английский на черта с 2 я бы заговорил на нем с итальянцами звук был правом я и встретил джон халат и постепенно мы стали лучшими друзьями у обоих свистела в кармане и пристойной работы не было чёрт и мы затеяли свое скромное дело что ж тогда нам не повезло на дворе стоял 43 год шла война и для высадки на сицилии нужны были солдаты говорящие по-итальянски мне было 18 и в тюрьму я не хотел кто сказал что нельзя вернуться на родину но и понятно что отправили его в армию глава 1 историческая родина сицилия июль 1943 год операция хаски я попал пятьсот четвертый парашютный полк 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом сицилии но самолет подбили и выжило нас всего трое мы оказались в глубоком тылу сейчас посмотрим причины как зубы вроде бы отстраивал на солдаты муссолини пришли в город расправиться с повстанцами мы решили отдать так по мыши сейчас 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 выстрелю подождите чувствительность мыши низкий вот что я еще забыл 1 пошел 2 пошел болит сколько вас здесь так отлично побежали вперед больно давай 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 так не пройти поперли куда нам опа автомат я могу я могу контрол граната поехали получайте италия была за фрицов по моему ну за немцам да да живой у меня автомат есть пистолет пистолет тоже берем такого автомата у меня нет вроде бы все взяли контрол стоим ждем поехали так вроде бы все тут никого поехали вперед у меня есть минус пошли дальше чё делать выбить пацаны у пак 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 нет не надо так ответ схожи нам сюда давай перезаряжайся получай и ты получай черт не выгорит балкон среагировали патронов больше нет стоп я я схожу патроны возьму еще где тут патроны то были все за патронами больше не пройти да ну ладно ехать взял поехали вот и сколько вас машина не взрывается блин а взрывается поехали а это кто на танке валит вот это серьезно я говорил приятелю что нужно было так плевать на осторожность просто делайте что вам сказано меня типа ранило да по тебе не помню первую миссию реально помню только гонки сложные очень сложные гонки не стреляйте ребятки вы все меня знаете послушайте меня война окончена и питание родом кашей ту уголь джекану самаре газ пришли нас освободить они наши друзья они избавят нас муссолини его все знают если вы не будете делать глупости сегодня же вернитесь по домам вам ничего не угрожает это я вам гарантирую я вам известно что мне можно доверять что скажете вот это дон колос его сицилийского извините тот день сдался весь гарнизон почему потому что он так сказал проклятая чахотка так ну чё поехали дальше глава 2 дом милый дом два года спустя empire bay 8 января 1945 год ну графончик не сказать что прям сильно но подтянули картинка маленечко замыленная ну ладно к сценах через пару лет нации закатили мне пулю я немного повалялся в госпитале а потом получил месяц отпуска и поехал вроде бы громкость нормальная но не знаю должно быть слышно а это чувак который нас может сказать бросил да джо да эй с возвращением старик как ты узнал у меня свои источники ну что поехали ничего . по штату положено надо круто я сербит увидеть своих но сначала по пиву конечно корей скучал по нему ну а ты как думал не скажу что тут прямо рай на земле а где угодно смотреться понятно чё с погодой творится обучение езде на машине что не волнуйся чтобы посмотреть назад сколько же времени мы не бухали а года два почти три помнишь у тони сакелли переключить камеру средняя после похорон твоего папаши кнопка мыши пять минут разговора и опять на папашу мы понятно может сменим тему а ну так скажи старик как она там была я даже я читал чтобы сориентироваться а ты же знаешь как я ненавижу читать да я знаю вы надрали город прикольный верно ну типа нам слегка помогли есть такой тон колом нифига себе тон коло я про него слышал правда а то я тут знаю таких как он будешь на них работать считай что устроился нагадишь ты музыку дает потому что я не знаю youtube пропустит радио или нет вряд ли вам потом вручал авторские трава и спокойно а потом что драгнул пару сицилийских тела к вернулся домой да точно город живет своей жизнью посмотрите люди ходят машины ездят ну за соединенные штаты и за возвращение салют а салют а тентами ну какими судьбами отпустили за хорошее поведение не я поймал пулю пару месяцев назад что-то повалялся в госпитале а теперь вот на побывке погоди ты что обратно уедешь а ты как думал война еще не кончилась ты ведь туда не хочешь нет нет конечно ну что ж поделаешь минутку подожди ка Субтитры делал DimaTorzok Что? Стой, 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 ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть, ты мне сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Романфратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Зато втащил другую передряшку. Маленькую. Ну, не такую уж и маленькую, конечно. Приехали. Да, спасибо. Сдачу не надо. Два бакса такси, блин. Италия. Ориентируйся с помощью радара. Здрасте, мисс. Да, это я. Камеру можно передвигать сразу, понятно. Ладно, все, хватит разговаривать. Сюда можем зайти? Нет, не можем. Все что-то разговаривают, что-то происходит. Дай, мужик, погреюсь. Я с войны. Замерз. Так, там какая-то одежда продается. О, господи. Это из окна вылетело, да? Ну, ладно. Открываем мы все на Е. Кыса, кыс, кыс, кыс. Что ж пишет, а? Злая киса. Скалета. Привет, мама. Я вернулся. Вита. Вита, сынок. Ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, как дела? Иди сюда. Садись, садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Дзупо де поло тебе полезно. Помню те времена, когда кастрюли, смотрите, были еще угловатые. И поварешки тоже, наверное, да? Ого. Да, да. И поварешки тоже угловатые. Папа твой не дожил до этого дня. Он бы так-то бы гордился. Вита. Да. Часы с углами. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Молится на итальянском. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. А где моя комната? Фотки. Сюда нельзя. Это? Нет, это умывальник. Ну-ка. Могу? Да, смотрите, могу открыть кран. Спустить воду. Прикольно. Значит, нам сюда. Собачки. Крестик, бейсболисты. Прикольно. Ладно, лечь спать. Ну, увидимся утром. Какие-то вон еще карты лежат. На следующий день. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Оденьтесь. Сюда. Кожаная куртка. Одеть. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Вита меня отмазал. Но мне Джо с этим помог. А Джо точно, не Вита. Ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама. Ладно, обещаю. Грация, адио. Так, где выход? Сюда. Дверь закрой. О, а кто-то смотрел. Э, ты че? Открой дверь. Не хочет. Боится, видимо, да? Так, ладно, пошли. А мне плевать. Мне плевать. Хоть юбку последнюю продайте. Так, то есть, сестра моя? Что тут происходит? Не лезь с ним свое дело. Здравия, сестра. Да ну. Да. Легкий удар рукой. Ну давай. Как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня с тобой, а? Три раза. Пожалуйста, ты делаешь разу хуже. Отлично. Добить. Связка сильных ударов. Неплохо. Давай еще. Вставай. Да сколько ты можешь вставать-то, а? Все, вырубили его, да? Вито. Эй, мать твою, знаешь что? Вали отсюда нахрен. Вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? С этого начинаются наши проблемы, видимо, да? Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа не за долго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? Две тысячи долларов. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели. Или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вито. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вито. Береги себя. Я же главный герой. Мега игры. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Ну пойдем в Джо. Карта ТАП. Ага. Закусочная. Магазин одежды. К Джо. Поставить маркер удалить. Больше ничего не можем, да? Тут бар. Понятно. Вы бежали через дорогу. Стой. Видишь, я перехожу. Да, да. Вспоминаю старую добрую мафию. Прикольно. Готово. Сколько можно? Ты только что спрашивала. Давайте здесь пройдем. Через переулок. Здравствуйте. Как дела у вас? Машина. Куда нам бежать-то? Он бомж какой-то пьяный. Привет, мужик. Как дела? Вот сюда нам, да? А дальше куда? Выход. Ну, явно не на выход. Лопашовский. Дэнни. Нет, ну не сюда. Выход. Билли Браун. Что-то куда-то мы не туда зашли. По всей видимости. Или на выше. Простите, мэм. Вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И спеши, чтобы больше по ночам. А, вот, нашли. Я не вовремя. Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Освеннее. Я подцепил этих телок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся. У меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Стоп. А, это, которая в баре сидела одна. Джо, интересно. Может, мы все вместе повеселимся? Все это закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Митой очень давно не виделись. Сколько всего надо отсыдеть. Какой ты молодцом, Джо. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка что-то с чем-то. Ну, как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Доживи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Хе-хе. Я знаю, многие, которые обычно платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники. Точно. Не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Ну, пойдем. За три года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за три месяца только-только все обставил. Три месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть, меня-то ты знаешь. Куда нам? Сюда? Вроде правильно идут. Так ты подумал о том, чем заняться? Предсказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет, нет, нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал... Описание. Рос 6 в тёмные волосы. Худоща. Так кто сказал? Вас понял. Найти девушку, жениться. Да. Ну, а на эту ерунду у тебя ещё время не вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да. Спасибо ещё раз за бумаги об увольнении. Да чё, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедут. Слебы остаются? Да, остаются. Эй, слушай, а можно... Что? Слезь за руль! На дорогах гололёда ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти всё время. Это же не танк! Это одна из лучших машин, какие можно купить за деньгей. Да ладно, ты не парься. Чём тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Не важно. За руль пустишь лекар. Ладно, ладно. Вот ключи. Только осторожней. Значит так, в такую хладрыгу надо газку поддать побольше. Сесть в машину. Ну ладно. Самая правая педаль будет. Я знаю. Значит садимся. Знаю. И куда нам ехать? Хорошо, теперь направо. Потом езжай пока прямо. Да, управление конечно машин такое себе. Эй, эй, полегче, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте заметут. Давай. Проваливайте. Вот я еду. Фух. Да. Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? Теперь я понимаю, что... Почему гонка с радостью была сложной? Потому что управление машинами здесь такое же дубовое, как и было. Прорисовываются машинки. Кстати, вроде бы я... В настройках поставил все на ультра. Высокий так, а прорисовка... Давайте сглаживание побольше включим. Частота кадров неограниченная, но... Ну, вроде все нормально. Новую игру, но это мы в следующий раз начнем. Да, и правда научили водить. Вот что-то хорошее от этой войны. Да-да, я поворот пролетел. Так, заправка. Неинтересно. Куда нам? Типа сюда? Ух ты! Только глянь на эту цепу. Отлично. Джефферсон 42. Красивая какая! Прямо стыдно окно выбивать. Лучше подобери себе отмычки у Джузеппе. Управляйтесь Джону, пойдем. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него как в Греции есть все, даже ликубы и разрешения. Давай быстрее. Увольнительный для тех, комп... Эй, Джузеппе, я тебе клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в МПРБ. Оставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. О, они уже готовы? Та еще Марокко была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит. Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Чтобы открыть меню магазин, отметить ЕУ-стойки. Отмычки. Ну, купить. Выйти. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отмечешь все крючки, поверни ключ и замок отмечусь. Вспользуйте ВСД, чтобы передвигать язычок. Так, фиксируйте на Е. Понятно. А, понял. Все, догнал. До встречи, Джузеппе. Себе-ди-ка. Легко. Увидимся. Давай-давай. Я все верю, я практикуюсь. Ключ в машине забуду. Ну, что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну, тогда это твой шанс. Ну, давайте. F взломай замок. Блин. Отлично. Взломали. Подозрение в угоне машины. Вот, блин. Жми на газ. Понял. Вот машину угоняет. Преследую. Бляпаюсь. Ну, так это еще не конец. Ясно. Бросик, быстро. Эту машину разыскивает полиция. Тут у меня нападение на полисмена. Бас, понял. Аааа. Поехали. Вот теперь надо вспоминать все навыки вождения. Кусты, слава богу, можно проехать насквозь. Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самая топ. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устраиваю. А как карту отдалясь? Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Так, пик. Вроде бы я научился маленечко. Привык к езде. Вот, поставь прямо перед дверью гаража. Ага. А теперь посигналь. А как посигналить? Понял, снарие. Чем могу помочь? Сменить номера, чтобы машина не значилась в угоне. Новые номера для тебя не покупают. Персонализировать. Три девятки. А, Джей есть. Да, Джузеппе. Фамилию забыл, как у него. Ну, просто будет Джей. Джей, три девятки. Мы ее малость открутили. Все, да? Спасибо. И куда нам теперь? Отлично. Теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. Понятно. Поехали. А это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми. Племянник одного конец. Капот у него длинный, неудобно. Гоня, ну скажу, тебя танцуют, как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет. Вырезаться все тоже нельзя, насколько я понимаю, да? Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне это зачем танцуют? А, нет. Они сами вырезаются. Пофиль. А вот и менты. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам собой. На красный. Нормально проехали, никто не спалил вроде. Например. У тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Шуткуют там вообще по полной. Так, нам налево, да? Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Д и Я поставил вместе. Ай, блин, перестань. Город, кстати, довольно-таки большой, да? Давайте посмотрим. Ну, в принципе, нормальный. Для того времени это был топчик. Вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает? Опа, синий ким это менты, да? Ты знаешь, чем поговорить, от поваляться отличается. Ааа. Нет? Отлично. Давай поедем ко мне. Не спалились. У тебя проблемы. Едем дальше. Надо от ментов оторваться. Поехали ко мне домой. Поиграем в игру. Ты будешь в дверь, а я тебя открою. Ну, это позор. Ну, и шуточки, блин. Слышка, это висит 17. Словами можно вообще не заморачиваться. Так, куда нам дальше-то? Менты эти напрягают меня. Чего никуда не сворачивали? Направо, отлично. Хорошо, почти на месте. Поверни направо. Отвали ты. Где тут у них свалка? Вот и свалка, Майка. Поезжай через ворота. Ага. Сюда нам можно умные машины, видимо, да, отдавать? Эй, глянь, какие... Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли. Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь в туалет? А? Слесорюга. Засохни. Ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. А знакомство у Вита? Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага. Ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригодяй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. Ха, твою мать, Майк! Ты же мне всё пальто залапал. Оно же больше тебя стоит. Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну. Истина. Знаешь, сколько сейчас ключишка стоит? Господи боже. До хрена. Юморок прикольный. Ты запкнёшься? Вита, слушай. Сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую убара. Вроде Одинокая Звезда называется. Это же Нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе три с половиной сотни баксов. Стоит того, а? Четыре. Ладно, идёт. Ладно, Вита, давай пошли, Андиамо. Всё равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Четыреста баксов нам заплатить. Вот, Вита, держи. На всякий случай. Ох, класс. Ствол есть, отлично, всё. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Колёса спускают, да? Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадёшь? Легко. А, бить, там что, бензин остался? Ну, я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошёл ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем первую серию. Это, не знаю, всеми любимая классическая мафия в ремейке. Я думаю, что мы здесь не одну серию с вами проведём. Пока что новых игр сильно не предвидится. Поэтому будем наслаждаться ей. Подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. И также не забудьте поставить большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. Ну и, конечно же, большой палец вниз, если нет. Ваша поддержка – лучшая оплата моего труда. Всем пока. До новых встреч в мафии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова